Мы жили Разговорами, с гитарой, переборами Девчонкам мы любили напевать Ростов-город, Ростов-дон Синий звездный небосклон Улица садовая, скамеечка кленовая Ростов-город, Ростов-дон Ростов-город, Ростов-дон Сказочный город с доброй и захватывающей дух историей Каждый кусочек своей жизни, как кирпичик В историю развития города вложили наши прадеды, деды, отцы И продолжаем каждый день вкладывать мы Стирая грань времен между прошлым и настоящим Выстраивая большой, красивый город На границе Европы и Азии На правом берегу реки Дон расположился один из южных городов России Ростов История Ростова-на-Дону весьма богата Основным шагом зарождения города стал указ Елизаветы Петровны От 15 декабря 1749 года об основании Тимирницкой таможни На этом самом месте, где во времена Азовских походов Великим царем Петром I был обнаружен богатый источник Начали строить крепость, названную в честь митрополита Димитрия Ростовского И неудивительно, что Елизавета Петровна выбрала именно эту землю для основания Ведь по водным путям можно и по сей день попасть в Азовское, Черное, Белое, Балтийское и Каспийское моря Оттого и прозвали Ростов-на-Дону портом Пяти морей Помимо развития торговли в городе немало высших учебных заведений В которые приезжают учиться студенты из самых отдаленных мест Земли Одними из крупных государственных вузов в Ростове на 2020 год являются Научно-образовательный центр Юга России Южный федеральный университет Ведущее высшее учебное заведение по подготовке медицинских кадров Медицинский университет Многопрофильный образовательный и учебно-методический центр Юга России Экономический университет Опорный многопрофильный вуз Ростовской области Донской государственный технический университет А также университет путей сообщения Обеспечивающий выпускникам дорогу в светлое будущее Ростов-на-Дону Прекрасен во все времена года Весной, наполненный пышной зеленью листьев и благоуханием цветов Город создает романтическое настроение Которое дает его жителям новый глоток воздуха в повседневной суете Летом, залитый ярким солнцем От которого температура воздуха на протяжении нескольких месяцев Превышает отметку в 35 градусов Дарит прохладу даже в жаркий полдень Как для детей, так и для взрослых Осенью город балует дивными красотами парков Насыщенными яркими красками красно-золотых листьев И уникальной красотой природы Сказочная зима особенно прекрасна в парках Ростова-на-Дону Когда все засыпано снегом, который падает, тихо кружась И смотря на такие кадры, где ветки елей усыпаны снежным покровом Можно помечтать о чем-то прекрасном С приходом весны снег начинает постепенно таять Проснувшиеся после морозов Росточки стремятся к солнцу Невероятно красивые белые цветки украшают деревья Постепенно окутывая город нежными ароматами И пестрящими зелеными красками Представляя в лучшем свете невероятно большое множество достопримечательностей На которые обращает внимание каждый уважающий себя глист При посещении города Выделим лишь основные места, пользующиеся большим туристическим спросом Представленные на визитной карточке яркого и гостеприимного во всех смыслах Города Донской земли На южном въезде в город, с правой стороны, расположен памятник архитектуры Тачанка-Ростовчанка Не каждому туристу или фотографу удается взобраться на памятник, Чтобы разглядеть виднеющиеся очертания Ростова-на-Дону А если же туристу и удается это сделать То его взгляд, прежде всего, направлен в сторону центральной улицы города Большой Садовы Которая до середины 19 века была окраиной города и называлась Загородной Если бы не градоначальник Андрей Матвеевич Байков, изменивший в 1862 году улицу до неузнаваемости И отдавший лучшие годы своей жизни, неизвестно, какой бы она была сейчас За огромный вклад в развитие Ростова-на-Дону Андрею Матвеевичу Байкову установлен памятник неподалеку от здания городской думы Построенного по проекту русского архитектора Александра Никоноровича Померанцева в 1899 году И являющимся памятником архитектуры федерального значения Рядом с администрацией города излюбленное место всех ростовчан Парк культуры и отдыха имени Максима Горького В парке высажены редкие деревья, цветы Действует летняя эстрада А также работают аттракционы и площадки для игр Сегодня Большая Садовая – центральная улица Ростова Между Буденовским и Ворошиловским проспектами еще сохранились уникальные здания Среди которых особняк конца XIX века – дом актрисы Маргариты Черновой Центральный универмаг – ранний дом Пустовойтова Построенный самим Григорием Гавриловичем Пустовойтовым в 1910 году Дворец творчества детей и молодежи Торговый дом Яблоковых, построенный в 1898 году Это первое здание, выполненное в стиле модерн Первый многоэтажный доходный дом XIX века купца Генча Глуйба Крупнейшим культурным центром Юга России является одной из самых технически оснащенных и современных зданий Ростовский музыкальный театр, построенный в 1999 году в виде белого рояля Крышка которого поднята всегда Именно так и никак иначе Каждый участник готов поддержать друг друга в масштабном всероссийском полумарафоне За бегом Вне зависимости от часовых поясов Любители спорта по всей стране стартовали в одно время Улыбающимся в камеру спортсменам разных возрастов Предстоит также весело преодолеть сразу три дистанции на маршруте Который проложен по живописным местам Ростова-на-Дону Вауу Ой, хорошо, хорошо, молодцы Давайте, 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 чуть-чуть осталось Молодцы Молодцы, ребята ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ростов-на-Дону 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 Субтитры создавал DimaTorzok Осенью 2019 года, после многолетней реставрации, собор был освящен предстоятелем Русской Православной Церкви. Субтитры создавал DimaTorzok Главным центром культурно-просветительской жизни армян Юга России считается храм на холме и одновременно мемориальный комплекс Сурбхач, история которого напрямую связана с историей города Ростова-на-Дону. Сурбхач в переводе с армянского «Святой крест». Такое название храм получил по случаю привезенного из Армении большого камня IV века с вырезанным на нем крестом. В народе его называли «Святой камень». Субтитры создавал DimaTorzok На прилегающей к Сурбхач территории бьет, что есть мочи, святой источник. Рядом устроена купальня и зона отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Финальным аккордом по основным достопримечательностям города становится прогулка по городской Ростовской набережной, расположенной на правом берегу реки Дон. Она получила имя одного из прославленных русских флотоводцев – Федора Федоровича Ушакова. Современная, с неповторимым обликом набережная Ростова-на-Дону богата широким собранием скульптур, которые так значимы для ростовчан и гостей города. Ростовчанка – символ всесоюзной красоты ростовских женщин. Знаменитый литературный персонаж Михаила Александровича Шолохова, шустрый мальчишка Мишка Коршунов, нахоленок. И многие другие не менее интересные скульптуры. Город постоянно растет и развивается уже в новом, современном ритме. Практически не представляется возможным в небольшом обозрении рассказать обо всей красоте и богатстве южного города Ростова-на-Дону. Каждый его уголок заслуживает отдельного и пристального внимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok